Итак, мы продолжаем создавать наш с вами проект, наше приложение, которое будет нас вычислять сумму двух чисел. И в прошлом уроке мы с вами создали интерфейс двух Activity. Давайте в этом уроке мы с вами займемся уже непосредственно обработкой вот этой кнопки, вот этих текстовых полей. И для этого мы идем в наш MainActivity.java и получаем доступ к нашей кнопке. Давайте сразу же мы здесь поставим более подходящие какие-то названия, так скажем. Number1, Number2. Ну, тут в принципе button пусть так и останется. Значит, как я вас учил, мы для того, чтобы создать, обратиться к элементу с layout, мы вызываем метод FindViewById, RIDButton. Теперь, значит, нам нужно сделать так, чтобы после того, как мы по этой кнопке кликнем, вызвался определенный код. Для этого мы button set onClickListener. И в качестве listener мы сделаем вот данный класс MainActivity. Для того, чтобы это случилось, нам нужно этот интерфейс реализовать. Если мы сами пишем ImplementsViewOnClickListener, это обычный у нас интерфейс, слушатель событий. И реализуем методы, которые у нас содержатся в данном интерфейсе. У нас метод всего лишь один, который нужно реализовать. Он называется OnClick. Принимает он непосредственно объект, по которому был совершен клик. В данном случае у нас очевидно, что мы поставим этот обработчик только на эту кнопку. Поэтому очевидно, что у нас здесь будет всегда вот эта вот наша кнопка. Но нам в любом случае это особо и не важно. То есть нам данный параметр тут в данном случае не нужен. Итак, вот когда мы сами кликаем по кнопке, мы попадаем вот сюда. И нам нужно сделать так, чтобы мы получили данные с вот этих вот двух текстовых полей. Как это сделать? EditText, например, это один. Так, что не то понаписалось. FindViewById, RID и Number1. Разумеется, импортируем класс EditText. Для второго числа то же самое делаем. Вот, и теперь нам нужно получить сами числа. Две строки, по сути. Потому что пока что у нас там пользователь только текст вводит, но в виде какого-то числа. Вот у него есть метод у этого объекта EditText GetText. Он возвращает нас EditTable. Я об этом уже говорил в одном из предыдущих уроков. И нам нужно преобразовать этот EditTable в строку. То же самое для второго числа. Давайте сами мы теперь, чтобы мы сейчас на данном этапе уже были уверены, что у нас все правильно. Выведем в консоль оба эти числа. Запускаем нашу программу. И смотрим. Сейчас мы с вами будем вводить в наши поля два числа. Например, 3 и 5. И нажимать на кнопку. И вот, видите, у нас эти два числа у нас вывели. Значит, мы все на данном этапе сделали правильно. Кнопка уже обрабатывается. Мы уже можем эти данные получить. И теперь нам нужно каким-то образом, во-первых, создать сейчас новые Activity. Точнее, даже не создать, а вызвать этот Activity. И передать в него вот эти вот данные. Для того, чтобы там внутри он уже мог их использовать на свое усмотрение. Вообще, передача данных – это такая тема более сложная. На самом деле, не сложная. Просто она заслужит отдельного урока. И у нас такой урок обязательно будет. Вообще, как бы способов, вы сами понимаете, много, как можно передать данные. Но давайте с вами мы рассмотрим один из них. И, как мне кажется, наиболее грамотный. В первую очередь, давайте с вами создадим мы объект Intent. Сюда мы передаем непосредственно текущий объект MainActivity. И тут мы с вами передаем просто-напросто название класса, который мы хотим создать. Так, Intent мы, разумеется, импортируем. Что такое вообще объект Intent? То есть, в принципе, это такой объект, считайте, как он некий посредник, который позволяет нам сделать взаимосвязь между двумя какими-нибудь там Activity, к примеру. Да, как в данном случае. То есть, мы, например, фактически с помощью этого объекта Intent сможем из одного Activity вызвать другой Activity. Еще при этом мы в него передадим данные какие-то. Объект Intent достаточно часто применяется, используется. Но мы с вами будем его более подробно разбирать уже в будущих уроках. Итак, что мы с вами даже сейчас будем сделать? Мы с вами будем сейчас передать в этот Intent вот эти вот две строки. Для этого мы вызываем метод PadFoodExtra. И тут, видите, у нас есть самые-самые разные варианты. То есть, мы с вами первым параметром передаем сюда название какого-то параметра, а вторым вариантом его значение. Тут самые-самые разные типы данных можно передавать. Ну, соответственно, давайте мы назовем, например, там number1. Вот, и передаем ему строку number1. Соответственно, второй параметр у нас number2. Все, мы, собственно, этот Intent данные записали. И теперь мы можем вызывать новые Activity с помощью метода StartActivity. И сюда мы передаем наш Intent. Давайте с вами посмотрим, что у нас получилось. То есть, у нас теперь при клике по кнопке должно открыться второе Activity. Вот, видите, у нас без проблем оно открылось. Пока что у нас только эта кнопка, разумеется, не работает. Давайте с вами теперь мы все здесь обработаем. Для этого мы переходим в класс BackActivity. В первую очередь, что нам нужно сделать, это вызвать Intent, который нам помог вызвать данные Activity. Так, тут у меня все сбилось. GetIntent. Разумеется, класс Intent тоже у нас импортируется. Так, и теперь нам нужно получить здесь два вот этих вот числа из этого объекта Intent. GetStringExtra. Вот, и в качестве параметра мы указываем number1. Именно такое же у нас мы указываем значение. То же самое для number2. Делаем аналогично все. Теперь нам нужно посчитать сумму. Давайте мы в отдельную переменную запишем. Для того, чтобы нам посчитать сумму двух чисел, нужно сначала вот эти строки преобразовать непосредственно в вещественные числа. Ну, или числа типа Double. Вот это у нас получилась сумма, которую мы записали в переменную Result. И теперь нам нужно вот этот вот Result как бы вывести в вот этот вот текст View. Давайте мы изменим название. Тут TV. Давайте назовем тоже Button. Ну, давайте лучше назовем тут мы не TV, а сумма, к примеру. Такое более говорящее название. Так, значит, обращаемся к этому элементу. TextView, RID, сумма. Разумеется, импортируем TextView через Alt-Enter. И теперь сумма, set, текст. Давайте мы напишем тут более красиво. Не просто напишем результат, а как-то именно number1 плюс number2 и равно тому-то. Чтоб у нас было все аккуратно. Так, равно и плюс Result. Вот такая строка у нас будет передана в наш TextView. Так, ну, давайте пока что на этом все. Давайте мы сейчас проверим все. Как у нас это работает и работает ли вообще. Ну, например, 7 и 5. Вычислить сумму. И вот у нас отлично все это работает. Теперь нам нужно сделать так, чтобы у нас эта кнопка тоже обрабатывалась. И когда мы по ней кликаем, мы должны вернуться с вами на предыдущие Activity. Как это можно сделать? Можно сделать ровно точно так же, как и здесь. То есть реализовать интерфейс вот этим вот классом. Получить доступ к кнопке и сделать setOnClick. Дальше написать этот метод, реализовать OnClick. И, собственно, все. Но можно сделать немножко по-другому. Так тоже часто делаю, хотя у меня такой способ, если честно, он удобный. Он очень такой, как бы, хочется им пользоваться. Но, как мне кажется, это не совсем красивый способ. Но его часто применяют. И, естественно, вещь полезная, удобная. Она состоит в том, что мы с вами, обработчик, указываем непосредственно в layout файле у этого элемента button. У него есть такой атрибут, называется OnClick. И в нем мы просто указываем название метода внутри вот этого класса BackActivity. Вот у нас ClickButton. И, соответственно, мы вызываем через Alt-Enter вот эту вот конструкцию. И вот у нас сразу добавляется данный метод. Либо можете его просто вручную написать. Вот, собственно, и все. Теперь мы можем тут писать весь код, который будет выполняться при клике на кнопку назад. Значит, все, что нам нужно тут сделать, это, опять же, создать Intent, Intent, ZIS и MainActivity класс. Все. А дальше мы просто вызываем StartActivity. То есть ничего сложного тут нет. То же самое, что и тут, только тут нам никаких данных передавать не надо, поэтому мы только двумя этими строками ограничиваемся и все. У нас никакие данные уже не передаются. Давайте с вами это проверим, как у нас все это работает. Напишем, допустим, тут 5, а тут напишем 2,5. Вот, вычисляем сумму. У нас получилось все правильно. Теперь кликаем на кнопку назад, и мы возвращаемся снова сюда. Можно, например, 1 и минус 3 ввести. У нас получается 1 плюс минус 3 равняется минус 2. То есть это все абсолютно верно. Назад у нас также прекрасно отрабатывает. То есть вот, в принципе, такое приложение. Оно очень простое. С одной стороны, с другой стороны, видите, сколько всего мы нового узнали. Мы, во-первых, узнали, как у нас все-таки создаются все эти интерфейсы, чтобы все было аккуратненько, красиво. Узнали о каких-то типах данных в текстовых полях. Научились мы с вами также обрабатывать кнопки, причем двумя разными вариантами, через обычные интерфейсы, либо просто через атрибут с названием метода. Также мы с вами научились, это очень важно, передавать данные через Intent. Научились вызывать новые Activity. Научились возвращаться назад, по сути, тоже через вызов Activity. То есть всему этому мы с вами в данном уроке научились. Но что мне здесь еще не нравится, так это то, что мы здесь сами, видите, писали, например, назад. Мы здесь с вами писали число 2, число 1, вычислить сумму. Также какие-то мы тут размеры сами, видите, указывали. То есть все это стоит вынести в отдельные ресурсы. И вот как раз об этом мы с вами поговорим в следующем уроке, в котором мы уже это приложение не просто завершим, а еще сделаем его более красивым и аккуратным с точки зрения всех вот этих вот ресурсов, всяких различных констант. На этом у меня все. До скорого.